Большое искусство немыслимо, без настоящего творческого разнообразия народной инструментальной музыки, говорил в свое время советский белорусский дирижер, композитор, цимполист, педагог, народно-ротист СССР Иосиф Женович. Дело этого талантливого и удивительного человека живет по сей день. Престижный конкурс, проходящий в нашей республике, прямое тому подтверждение. Мы традиционно принимаем у себя областной тур республиканского открытого конкурса исполнителей на народных инструментах имени Иосифа Женовича. Это, можно сказать, самый престижный фестиваль в нашей республике, конкурс в нашей республике. И он очень значимый, и для нас это большая честь. Как я уже сказала, мы принимаем областной тур традиционно, и два раза Солигорск принимал заключительный республиканский этап этого конкурса. Выявить и поддержать талантливых участников, а также развить их творческие способности, повысить уровень исполнительского мастерства и популяризировать искусство игры на народных инструментах. Таковы основные цели конкурса. Ежегодно с каждым мероприятием видим о том, что складываются хорошие условия. Создаются комфортные условия для участников, великолепный зал, который имеет на сегодняшний день хорошее акустическое звучание. Ну и всегда радушный, теплый прием. Это очень дорогого стоит, поэтому мы с удовольствием предоставляем городу Солигорску, который право принимает такие значимые мероприятия. Конечно же, в этой связи хочется высказать слова благодарности делу идеологической работы культуры по делам молодежи Солигорского, располком администрации, школы за ту качественную подготовку, за тот благотворный труд. И, конечно же, это всегда большая ответственность принять в область, создать все необходимые условия для того, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно, уютно и имел все возможности для удачного выступления. Конкурс проходил в нескольких номинациях. Баян, аккордеон, балалайка, домбра, мандолина, цимбал и гитара. Около ста конкурсантов выступили в областном туре перед жюри и зрителями. Ответственность большая. Добавляли волнение конкурсантам и присутствующие знатоки своего дела, добившиеся больших успехов в своей отрасли. Именно некоторых членов жюри известно не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Не зря он был в свое время назван именем Женовича, потому что это наш корифей, человек, который стоял у истоков развития цимбального исполнительства на территории Белоруссии. Должен сказать, что этот конкурс родился еще при жизни Женовича, и он тогда не назывался, естественно, именем Женовича, а был просто смотр-конкурс молодых дарований. Но после смерти Женовича, который умер в 1974 году, каждый конкурс, все конкурсы, которые проходили, они были уже под именем, имени Иосифа Женовича. Евгений Гладков также рассказал, что ему выпала большая честь общаться и учиться у талантливейшего педагога Иосифа Женовича. Я учился у него мудрости, познавание цимбал как инструмента удивительного, как инструмента любимого народом, и как инструмента, у которого неограниченные возможности и большие широкие перспективы, что стало доказывать и время. Мы воспитали такую плеяду цимбалистов, которые блестяще себя показывают на мировых площадках, и люди часто ждут, когда же выйдет цимбалист на сцену. В течение всего дня члены жюри прослушивали выступления конкурсантов, оценивали мастерство юных дарований и делились впечатлениями о конкурсе. Впечатления хорошие, ребята стараются, волнуются, конечно. Видна очень хорошая работа преподавателей, которые их готовили к этому конкурсу. Замечательная школа, прекрасные здания, прекрасные условия, на мой взгляд. Созданы всевозможные, так сказать, варианты для того, чтобы обучать юных солигарчан. И вы знаете, эта школа пользуется огромной у нас популярностью вообще в республике, как одна из лучших школ. И, конечно, здесь очень много, много талантливых детей. Слова профессионала в своем деле подтвердили результаты конкурса. Три первых места заняли солигарчане. Антон Бань стал лидером в номинации «Гитара». Анна Римашевская в номинации «Цимбала». Антон Михновец стал лучшим в номинации «Домра». Эти ребята представят Солигорск на республиканском конкурсе, который пройдет в городе Лида в мае. Стоит отметить, что участники Солигорска детской музыкальной школы заняли два третьих места – аккордеон и балалайка, и одно второе – «Домра».